Сарай во дворе стали опасны для жизни. Жильцы дома 2А по улице Никитина рассказывают, что хозяйственная постройка под окнами уже несколько лет служит пристанищем для бродяг и пьяниц. Сами жители сараями давно не пользуются. Люди хотят, чтобы бесхозную постройку снесли. Они уверены, что это единственный способ отвадить маргиналов. Наркоманы здесь тусуются. Здесь очень большая опасность. Постоянные поджоги совершают. То курят здесь где-то, то с чего. Пьют, шприцы находили во множестве здесь рядом. Поэтому они уже не выполняют свои функции, как место хранения, чего бы то ни было. И поэтому их нужно снести. Люди рассказывают, что сарай поджигали даже местные хулиганы. Вот кадры пожара. Огонь оставил следы. Деревянные стены обгорелые. Надежда Алешина в доме сторожил. Она утверждает, что сарай в 10 метрах от дома. Во время пожара на ее балконе расплавился сайдинг. Женщина переживает, что в следующий раз огонь может перекинуться на дом. Мы очень боимся, что не дай бог, если загорятся эти сараи, то беда будет конкретная. Летом раз 5-6 здесь пожарные приезжали однозначно. С милицией, со всем. Все это тушилось. По словам жильцов, в последний раз пожар был месяц назад. Загорелся столб линии электропередачи рядом с хозпостройкой. Татьяна Зуева спасала припаркованный рядом автомобиль. У людей был реальный страх, что пройдет возгорание автомобилей, потому что стоят машины около домов. Возгорание, как правило, проходило в вечернее, либо поздно вечером, либо ночью. Люди выбегали реально в чем были. Босиком, в нижнем белье, чтобы не было взрыва и чтобы просто наши дома не снесли. В доме 2А по улице Никитина 8 квартир. Зданию 66 лет. Много лет назад в двухэтажке было печное отопление, а в сарае складывали дрова. Теперь невостребованные помещения разрушаются. За закрытыми дверями остались ненужные вещи. Так выглядит сарай изнутри. Здесь нельзя встать в полный рост. Крыша постройки давно обвалилась. Местные жители не заходят вовнутрь. Опасно для жизни. Доски в любой момент могут упасть на голову. Сараи расположены на придомовой территории. О необходимости их сноса жильцы сообщали городским депутатам и в управляющую компанию. Дом обслуживает УК-лидер. По словам жильцов, народные избранники пока так и не помогли. А коммунальщики запросили баснословную сумму. Управляющая компания потребовала с каждой квартирой 25 тысяч, а в общей сложности с дома 200 тысяч. Для нас это неподъемные деньги, в особенности для пенсионеров, которые здесь проживают. Мы неоднократно обращались в любые администрации, в городские, в районные, в управление ЖКХ. Вот на всех уровнях буквально били во все колокола, как нам казалось. Не знаю, эти колокола до сих пор издают малиновый звон, видать, только для нас. Мы отправились в управляшку с одной из жительниц дома. В обслуживающей организации пояснили, что для сноса сараев необходимы не только экскаваторы, но и целых 8 самосвалов. Всё, мол, стоит денег, а на доме средств нет. Собрание проводили с жителями, чтобы собрали средства, чтобы снести незаконные постройки. Жители отказались. Конечно, 200 тысяч, извините, неподъемно, 8 квартир. А управляющая компания за счет средств, какие должны сделать за счет средств другого дома? Мы тоже сделать не можем. Ну, а с другой стороны, значит, тогда надо действительно привлекать город, администрацию. Мы ждем помощи от администрации, хотя бы выделить технику для того, чтобы снести эти сараи. По поводу демонтажа сараев коммунальщики ведут переговоры с администрацией Октябрьского района. Когда и чем именно смогут помочь власти, в управляшке не уточнили. На наши вопросы не смогли оперативно ответить и в мэрии. Мы отправили чиновникам официальный запрос. Об ответе расскажем в наших следующих выпусках новостей. Евгений Павлов, Егор Диякевич, 6 канал.